Аня, с Аэра Бонд, Варим Недаль, всем добро, Сумитарий! И в данном видеоролике я, наконец-таки, составлю свой маленький списочек книг, которые я бы порекомендовала почитать каждому. И вообще, я очень давно обещала, что я сделаю подобное видео, и что я хоть какие-то книжки назову, но почему-то я всё откладывала этот момент. И вот он наступил! И в описании под видеороликом будут ссылки на данные книжки. По возможности я стараюсь найти их на нескольких языках, то есть на русском, английском и корейском. Это уж тут кто на каком языке захочет почитать. На первом месте находится книжка, о которой я уже как-то упоминала, и называется она Brain on Fire, или же Мозг в огне, Разум в огне, называйте как хотите. Ещё снят подобный фильм, ну, точнее говоря, фильм снят по книге. Но лучше бы они этого не делали, потому что книга гораздо лучше и гораздо полнее и показывает истинную природу вещей, истинную ситуацию. А рассказывает она о журналистке, которая вроде бы жила счастливой жизнью, ходила на любимую работу, встречалась с молодым человеком, у неё там семья довольно-таки хорошая, она была всем довольна. Но тут с ней начинают происходить очень странные вещи. Она видит то, чего нет. И ей кажется, что оно так и происходит. Она реагирует на ситуации абсолютно неверно. Ей что-то слышится, что-то видится. Всё то, чего нет на самом деле. И если бы не гениальный доктор, то, скорее всего, её жизнь была бы кончена, и её бы просто запихнули в психушку, как это обычно делают. Но на самом деле у неё очень и очень редкое заболевание. И если вы хотите узнать подробности, то обязательно почитайте эту книжку. Потому что мне кажется, что подобный опыт будет как минимум полезен. Потому что очень часто бывает так, что мы приходим в больницу, и врачи нам ставят совсем не те диагнозы. И мы страдаем из-за этого. Так, возможно, это ещё кому-то поможет. Ведь не зря автор рассказал свою историю. Следующая книжка – это «Магическая уборка». Мне кажется, что нет того человека, который не слышал ещё о методе Кунмари. То есть это способ привести свою жизнь в порядок, способ навести порядок дома и так далее. В общем, полностью изменить свою жизнь за счёт того, что вы перестанете смотреть на материальные вещи немножечко под другим углом. Очень часто бывает так, что мы собираем у себя дома абсолютно ненужные нам вещи. Они не делают нас счастливее, они не делают нашу жизнь более полной и более прекрасной. Но при этом мы их храним. Просто потому что, возможно, это память. Возможно, мы просто жалеем потраченных денег. То есть, как я могу выкинуть вот это, если я это купил за такие большие деньги? Или как я могу это выкинуть, если это там мне подарили? Как я там могу избавиться от старых фотографий? Ну, это же память! Но на самом деле, по методу Кунмари, память – это то, что здесь и то, что здесь. А никак не в материальных вещах. И если вы хотите как-то изменить свою жизнь, посмотреть на мир немножечко с другого ракурса, то обязательно почитайте данную книжку. Мне кажется, она будет интересна практически каждому. Особенно, если вы подумываете о том, чтобы наконец-таки начать новую жизнь. О следующей книге я не могу не упомянуть, потому что это Алисону и Тайная жизнь растений. Это, в общем-то, история молодого человека, из-за которого разрушена жизнь его брата. То есть просто один неверный шаг, один неверный поступок, одно какое-то неверное мнение и желание показать, что я важен, посмотрите на меня, я есть, не нужно отдавать всю свою любовь другому человеку. Оно может разрушить жизнь другого. И точно так же не совсем правильно, когда люди не обращают внимания на то, что происходит вокруг них. Вокруг них мир живёт своей собственной жизнью. Деревья, цветы, у них у всех есть чувства. Они замечают зачастую больше, чем люди. И поэтому нам периодически нужно становиться ближе к природе. Нам периодически нужно задумываться о том, что мы делаем и почему мы так поступаем. И не вредим ли мы таким образом другим. Это именно тот автор, который был рекомендован для Нобелевской премии. Но разве не стоит почитать хотя бы одну его книгу? Далее следует книжечка немного заумная, но всё-таки полезная. И называется она «Мозг и счастье. Загадки современной нейропсихологии». По-моему, правильно это звучит так. И эта книга рассказывает нам о том, как работает наш мозг, как он устроен, как он пытается бунтовать в те моменты, когда ему чего-то не хватает. Ну, например, каких-то витаминов или микроэлементов. А возможно, мы теряемся в собственных эмоциях, мы не понимаем, что происходит вокруг нас. Эта книга помогает нам найти какое-то своё внутреннее равновесие, что нужно для этого делать, как бороться со стрессом, как бороться с ненавистью окружающих, как бороться с тем, что ты сам ненавидишь кого-то, что нужно делать, чтобы мозг не разрушался в те моменты, когда мы чувствуем себя плохо, потому что подобные эмоции для него губительны. И, соответственно, нам нужно находить вот эту вот какую-то серединную точку и хвататься за неё обоими руками, держаться, всё делать для того, чтобы наш мозг как можно дольше функционировал хорошо. Также данная книжка расскажет вам относительно того, почему лучше не употреблять те продукты, на которые у вас, например, аллергия. Потому что есть некоторые люди такие, что я это люблю, я один раз это поем, и ничего не будет, я просто выпью лекарство от аллергии. Но на самом деле, в тот момент, когда вы пытаетесь принять в себя какую-либо пищу, на которую у вас аллергия, даже если она какая-то невыраженная, то в вашем мозге начинаются необратимые процессы. И лучше, конечно же, этого не делать, потому что таким образом человек рискует раньше потерять память. Он раньше придёт к тому состоянию, когда человек в старости находится вот в таком вот сознании двойственном, когда он не узнаёт себя, он не узнаёт своих близких, он не понимает, что происходит вокруг него, он помнит только какие-то обрывки из его молодости и держится исключительно за это. А ведь нам иногда достаточно просто соблюдать правильный рацион, нам достаточно просто испытывать правильные эмоции, а не пытаться гневиться или пытаться создать вокруг себя раздор, потому что негатив, он более заразителен, чем позитив. И поэтому всё-таки старайтесь меньше относиться к кому-то со злостью и больше с добротой, потому что это, на мой взгляд, гораздо более правильно. И на взгляд авторов, которые, между прочим, являются нейропсихологами. Я тут человек, который отчасти любит какие-то подростковые истории, но я не люблю подростковые истории, которые зациклены исключительно на любви. То есть меня как-то тянет в сторону вот этих вот произведений, где подростки немножечко страдают. Они страдают из-за того общества, которое их окружает. Потому что это намного ближе к реальности, чем вот эти вот все цепливые истории в виде того, что он встретил её, и у них там любовь закрутилась, или он там популярный мальчик, и как она только в школу перевелась. Это неинтересно. Гораздо интереснее, на мой взгляд, истории вроде Субмарины, или же The Outsiders, или же Изгои. По-моему, так его перевели на русский язык. И по Изгоям, и по Субмарине есть фильм, и довольно-таки правильный фильм, довольно-таки поучительный, и всё-таки стоит обратить на них внимание. Хотя такие вещи, как Субмарина, Субмарина больше смахивают на арт-хаус, и понравятся далеко не каждому. Что Субмарина, что The Outsiders показывают нам то, как подростки бывают жестоки, как они неправильно себя ведут. И зачастую мы ведём себя точно так же. Либо так ведут себя наши друзья. Люди пытаются делиться на классы, вроде того, что есть хорошие, есть плохие, а есть бедные и есть богатые. Но ведь было бы гораздо проще жить, если бы люди перестали так поступать, если бы богатые перестали издеваться над бедными, если бы бедные, вместо того, чтобы всё время вести себя как-то настороженно и зло к другим людям, пытались просто прийти к компромиссу. Всем нужно периодически просто приходить к компромиссу. Даже если нам на первый взгляд кажется, что его нет. Для Outsiders меня определённо цепляют тем, что там звучит стихотворение Роберта Фроста. И именно это стихотворение, именно с этим стихотворением, именно с этим произведением связана моя татуировка. И смысл общий в том, что просто будьте всегда юными, просто старайтесь смотреть на мир всегда, так, как будто вы видите его в первый раз. Не нужно пытаться как-то сильно привыкнуть к нему, не нужно относиться к жизни вот с тем тяжёлым грузом, с каким обычно относятся очень взрослые люди, потому что у них много проблем, потому что у них какие-то передряги случаются, у них проблемы на работе, возможно, в личной жизни, ещё где-то. Но так ведь приятно ощущать себя более юным, когда ты смотришь на мир каждый раз с нового угла, ты видишь его более полным, ты узнаёшь его гораздо лучше, вне зависимости от того, какие у тебя проблемы. Над тобой издеваются в школе. Это пройдёт. Вот эти вот все какие-то классовые неравенства, они тоже пройдут, если люди просто возьмут себя в руки и начнут что-то делать, они будут просто сидеть и проклинать весь мир. Или же ничего не изменится, если люди будут держаться вот за этот свой школьный образ, а точнее за образ школьных хулиганов. Нужно становиться лучше, нужно относиться к людям проще. У каждого человека есть право на ту жизнь, которую он хочет жить. У каждого человека есть право быть тем, кем он хочет. И при этом не быть зависимым от других. За следующую книжку я очень-очень давно держусь крепкой хваткой, потому что это Стивен Кинг и его Кэрри. Я люблю такие истории, я люблю ужасы, я люблю истории, в которых побеждают те люди, которых все считают слабыми, которых все считают странными, возможно, ненормальными, потому что если ты не мыслишь так, как они, значит, ты ущербный. Если ты не такой, как они, опять же, значит, ты ущербный. Но каждый человек имеет право быть тем, кем он хочет. Каждый человек имеет право верить в то, то, что он хочет. А возмездие, оно всегда найдет своего получателя. И, соответственно, если вы пытаетесь издеваться над слабым, то это не значит, что он слаб на самом деле. Потому что этот слабый, вот в эти вот моменты, когда он переживает что-то тяжелое, он переживает эти издевательства, он становится гораздо сильнее всех вокруг. И он становится способным дать отпор жестокому обществу. Если это общество несправедливо, то именно такие люди находят в себе силы с ним бороться. Но в первую очередь нужно научиться бороться с собой, то есть держать в себе вот это вот гневное чувство. И даже если у вас есть ненависть относительно другого человека, то просто смиритесь с этим. Не нужно разрушать чужую жизнь. Никогда. Потому что, мне кажется, никто бы не хотел столкнуться с тем, с чем столкнулась Кэрри. Над ней издевались, потому что она относится как-то к религии. А точнее говоря, ее мать была очень религиозной. И, соответственно, это причина ее ненавидеть. Она была немножечко не такой, как другие. Опять же, это причина ее ненавидеть. Ну что ж, давайте издеваться над более слабым. Давайте пошутим над человеком, который не хочет устанавливать контакт с обществом. Это неправильно. И, пожалуйста, всегда берегитесь таких людей. Пожалуйста, никогда не пытайтесь издеваться над другими, если вы не хотите себе самую ужасную судьбу, которую только можно придумать. О следующей истории я уже более полно рассказывала в одном из видеороликов. И это Крой тела. Эта история максимально полно завязана на современности, на том мире, где мы все в интернете. Мы рассказываем, куда мы пошли. Мы рассказываем, где мы находимся в данный момент. Мы рассказываем, где мы живем и как мы живем. Мы рассказываем о том, какая у нас семья. Мы показываем свою семью. Мы показываем себя со всех возможных сторон. Мы делимся тем, чем не нужно делиться. Мы прикрепляем свое местоположение в те моменты, когда не нужно этого делать. Мы показываем свой дом. Потому что почему бы не показать, что мы, например, живем в достатке, какая у нас замечательная квартира, какая у нас замечательная работа, в каком мы прекрасном городе живем, или еще что-то в этом духе. Ведь все хотят об этом знать. Но не всегда это оборачивается для нас чем-то хорошим. И это история именно об этом. История о том, что есть какой-то человек, который может следить за нами, который может желать нам чего-то плохого и пытаться добиться этого теми самыми способами, что он просто будет выслеживать наше местоположение. Он будет выслеживать наших друзей, чтобы точно знать, чем и как мы живем. И мне кажется, что несмотря на то, что мы живем в век развитых технологий, это не повод постить о себе просто все в интернете. Есть часть, которая всегда должна быть закрытой. Не нужно к ней прикасаться. Это вещи вроде семьи, это вещи вроде дома, это вещи вроде любимой работы, любимого человека, каких-то таких вот моментов, о которых как бы вроде бы и можно где-то кому-то сказать, но лучше не нужно. Потому что чем меньше люди об этом знают, тем спокойнее нам жить. И поэтому 10 тысяч раз подумайте, прежде чем публиковать о себе какую-то информацию в интернете. Вы никогда не знаете, какие люди на нее наткнутся. Все книжки, которые я называла в данном своем мини-топе, это именно то, что как-то двигает меня, как-то мотивирует меня, возможно, меняться, по-другому относиться к людям. И я надеюсь, что после их прочтения у вас в голове тоже что-то поменяется, потому что я очень сильно хочу, чтобы люди однажды осознали, что не ко всему и не ко всем нужно относиться со злостью и агрессией. Нужно быть чуточку проще. И, возможно, если вы станете чуточку проще, то люди к вам потянутся, как бы странно это ни звучало. Возможно, у вас станет больше друзей, возможно, вы станете более себя уверены. Возможно, вы начнёте чувствовать внутренние равновесия, и вы будете проживать каждый момент, и вы будете именно жить, а не существовать, как это очень часто происходит. Просто обращайте внимание на мелочи. Прекрасные рядом. Только оглянитесь вокруг.